Это такая лекция. Мы это всё выводить будем. Так. Это всё? Это что? Уравнение эволюции. На следующий раз будем решать и какие-то физические следствия из него отвлекать. Так. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Я расскажу, скажу несколько слов о том, какие уравнения эволюции бывают и как их выводить. Вот давайте уравнение эволюции. Прималых х. То есть уравнение эволюции очень много разных. Мы будем говорить про эволюцию прямалых х, то есть полужесткие процессы, как я рассказывал в прошлый раз. Существует несколько методов, которыми эти уравнения выводятся. И это как бы несколько разные подходы. Вот первые исторические из них, ну это, значит, подход, основанный на реализации Глеона. Об этом, как я понимаю, как я понимаю, об этом, как я понимаю, довольно подробно говорил Фадин. Вот. Я об этом буду говорить несколько слов, только, но тем не менее. Значит, в этом подходе, основанном на реализации Глеона, впервые было выведено уравнение БФКЛ, то есть Балицкого Фадина Кураева-Лепатова. Вот. Это 72-й, 4-й, 5-й вот эти года. 76-й, 2-й, как Фады? Нет, ну у них там сколько-то статей, на какой из них сказать, что вот цитируются они там так. Ну, я напишу так, 70-е года. Это начало, когда выведено уравнение в главном логарифмическом приближении, а потом в следующем логарифмическом приближении оно выводилось уже, так, довольно долго. Поправки различные к нему считались и до сих пор считаются. То есть эта деятельность вот идет и продолжается. Вот. Это, смысл ее заключается в том, что Глеон, ну, при учете всех поправок, оказывается не элементарной частицей. Вот. Ориджизованной частицей. Но я на этом подходе останавливаться еще раз в деталях я не буду. Значит, следующий подход – это то, что называется высокоэнергетическое... операторное разложение. Андрей, мне можно подходу вопрос задать? Давай. Я вынужден был пропустить первые пять минут. Это подходы к чему? К выводу уравнений эволюции. Ага. Вот. Уравнений эволюции вообще? При малых икс. Это означает, что, значит, процесс является полужестким. Икс, скажем, икс-бьоркиновское мало. То есть, икс, грубо говоря, от отношения характерной энергии в системе центра масс. Вернее, наоборот, характерной передачи импульса к характерной энергии в системе центра масс. То есть, ну и, грубо говоря, с делить на ку-квадрат, вернее, ку-квадрат делить на с – это икс. А здесь уравнений эволюции для повторения распределения функции грины, что это такое? На самом деле, вообще, это пишется для функции грина. Но, скажем, если у вас объект какой-то не пертурбативный, он рано или поздно, например, выразится через портонное распределение. И поэтому вы можете, попреобразовывав вашу функцию грина, получить уравнение эволюции на портонное распределение. Ну да, на функции грина. Ну да. В принципе, я вот сейчас покажу, как это делается. И там, как бы, вот начальный объект – это функция грина. Вот. Собственно, что тут, что тут, но к портонным распределениям это приводится все. Так, значит, высокоэнергетическое операторное разложение. Разложение. Вот. Это работа первая была, значит, 1996 год, Балицкий. Ну и опять-таки, эта деятельность активно развивается. Вот. Значит, иногда это пишут как… Ну, то есть оператор product expansion, да? Вот. Значит, вот мы сегодня будем вот этот метод активно использовать. Второй. То есть это какой-то общий метод для привода управления? В принципе, мы хотим получить, скажем, сечение, да, какое-нибудь. Вот. И в рамках этого метода, ну, то есть по названию высокоэнергетическое операторное разложение. То есть мы строим некие операторы, строим, раскладываем наше сечение в ряд, значит, по этим операторам. Ну, не сечение, а функцию грина, да, в ряд по этим операторам. Мы находим коэффициентные функции при них, вот, и вычисляем матричный элемент, вот, как некий ряд. То есть это метод не то, чтобы вот только уравнение вывести, но и, скажем, коэффициентные функции найти при этих операторах. То есть это, ну, подход к нахождению сечения, если хочешь. Так, значит, В, вот, об этом мы тоже, я думаю, немного поговорим. Это метод, основанный на… Вот так. То есть на эффективном функционале, вот, джимбл. Это начальные буквы от фамилии людей, которые его придумали. Это у нас Ковнер, Маклерон, Янку, Вейгерт, Леонидов и Джей. Это… Да, к сожалению, я забыл его фамилию, но я… Я ее помнил сегодня утром. Да. Но мы о нем поговорим и, так сказать, выпишем конкретно этот эффективный функционал. Может быть, не так, как выводили они, а исходя, вот, скажем, вот из этого метода. Но, тем не менее, мы о нем немножко поговорим. Опять-таки, это, начиная с 90-х или там даже там 2000-х годов, очень активно развивается. И сейчас люди очень часто используют именно вот последний метод. А можно так сказать, используют для того, чтобы посчитать штаб? Для того, чтобы посчитать, ну, фактически любые процессы вот такого типа, а именно, например, ну, все те процессы, о которых я говорил в прошлый раз. То есть различные сечения типа, там, рождение струи на не очень большой угол, прохождение частицы… А, не очень большой угол – это какой? Это вот такой. Большой угол – это такой, у кого, я не знаю, ну, вот парк тут 100 метров, да? Да, да, да. А парк, ну, типа, около там. Вот именно на такой, да. Это вот так называешь небольшой угол, да? Да. Ну, вот если посмотреть на вот это неравенство, я его не зря написал. У нас все в трубу, или что? Да, 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 по-русски это все в трубу, а вот у этих людей небольшой угол. Да, да, да. Вот. Ну, также этот метод используется при расчетах, например, прохождения портона через, там, ядро большое и вычисления, ну, характерно поперечного импульса, который он получит при прохождении через ядро. А, то есть это протон со свинцом? Ну, типа такого, да. И на вот этот небольшой угол рассеялся джек, и ты вот смотришь на него. Да, 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 как-то так. Или, например, корреляторы. Можно и корреляторы смотреть. Я знаю, много статей, где люди учитывают корреляторы, это двух, трех, как бы, там, главы. Да, корреляторы можно считать, да? Корреляторы можно считать, особенно если это, там, скажем, какие-нибудь крайние струи. Крайние что-то? Парапиди, те самые большие, по большое расстоянии имеющие. Вот, потому что, ну, в центральной области излучается много частиц, и струи, которые вот будут, они не будут вот, ну, антиколлинеарные, они будут иметь какое-то распределение. Вот эти распределения можно считать. А, например, вот несколько посчитал, потом сравнил, и вот радость, она вот только в этом, что ты сумел, да? Радость, ну, в этом, что ты сумел, да. А, к тому же, там, ну, в сечение входит некая вот жесткая часть, которую ты посчитаешь, да? Я сейчас чуть-чуть не верил. Да. Я, как я понимаю, в лекцию вот эти вопросы, они, на самом деле, не формат, да, просто я... Просто это я все рассказывал в прошлый раз. Хорошо, давай тогда я не буду. Я потом, конечно, лично тебя поспрашиваю, а что это у вас, то я всех отвлекаю. Да, спрашивай. Вот. Ладно, вот есть методы, ну, есть и другие, но нам, я думаю, вот этих хватит для ознакомления. Так. Вот у этого метода высокоэнергетического операторного разложения есть несколько синонимичных названий. Люди часто говорят метод ударных волн, метод вильсоновских линий, вот, это, в общем, одно и то же, по факту. А метод вильсоновских линий, это что-то рядом с, ну, на решетках вычислениями? Не, вильсоновские линии, они живут не только на решетках. Вот мы сейчас будем вычислять некие вильсоновские линии. Но это тех линий? Нет, они все вильсоновские, так сказать, все те же, да. Вот. Хорошо. Ну вот, давайте начнем. Метод вильсоновских линий. Вот. И, значит, тема, которая нам нужна, чтобы понять его, называется... Нет, ударные волны. Или лучше так, поле ударной волны. Поле ударной волны. То есть идея очень простая. Если у нас есть какая-то частица, которая на нас налетает, там, протон или что угодно, вот, то в системе покоя этой частицы, у нее есть какое-то поле. Значит, если мы рассмотрим, скажем, элементарную частицу, там, кварк, глеон, что-нибудь, у нее есть какое-то поле вот хромодинамическое, которое как-то спадает на бесконечность. Вот. И оно так более-менее симметрично распределено. Если мы стоим где-то тут, или движемся на него с большой скоростью бета, ну, у нас ось Z направлена туда, поэтому это будет минус бета. Оно на нас движется с скоростью минус бета. То поле сжимается, ну, чисто лоренцовски, да. И в итоге то, что мы видим, получается, имеет некую форму блина. Вот. Такое поле, собственно, и называется вот в КХД поле ударной волны. Осталось только его аккуратно написать через формулы и посмотреть, как наши частицы, вот, которые сталкиваются с той исходной частицей, проходят через это поле. Вот. Так как энергии очень большие, то предполагается, ну, и наши углы не очень велики, то мы предполагаем, что они практически, ну, не меняют свое положение, когда проходят через это поле в виде блина. И, ну, продолжают лететь дальше. Вот. Поэтому хотелось бы сделать следующее. Вот, во-первых, определить это поле, а во-вторых, найти пропагаторы для частиц, которые проходят через это поле. То есть это поле мы будем считать внешним. Вот. И будем искать пропагаторы для, там, кварка и глиона в таком внешнем поле. Вот. Хорошо. Давайте, значит, вот если у нас было, значит, тут, скажем, у нас координаты были х в системе покоя, тут у нас координаты у, то тогда, значит, х0, это гамма, так, вернее, у0, это гамма х0 минус бета х3, и у3, это гамма х3 минус бета х0. Ну, и у перпендикулярно, это х перпендикулярно. Вот я написал преобразование Лоренца, да? Теперь, я в прошлый раз вводил светоконусные переменные, и я им буду сейчас пользоваться. То есть у меня было, что х плюс, это была одна вторая. Я так вводил, да. Значит, х0 плюс х3, а х минус это х0 минус х3. Без одной и второй, потому что мне икобиан нужны единицы. Вот. Я мог по корню из двух, но мне так удобнее. Соответственно, если я вот через эти переменные напишу, то я получу следующее. Я вот, скажем, складываю вот эти два, да? Я получаю у плюс, это гамма на единице минус бета х плюс. Ну, и, соответственно, если я вычитаю, то я получаю у минус, это гамма. Значит, я отсюда вычил на единице плюс бета. Судя по всему, y минус. Вот. Ну, и этот y. Что? Где? А, да-да-да. x минус. Вот. Чем это хорошо? Тем, что если я введу вот такую лямбду, которая у меня будет, так, она у меня будет корень из единица минус бета на единице плюс бета, судя по всему. Да? Можно чуть-чуть, я не привык, еще раз, напомни, x это, x это в системе покоя птицы, а y это в системе покоя, ну, это в системе, в которой она быстро движется. Окей. x это где ваша ли, а y где ваша ли? Да-да-да. Вот. Так, пардон. Оборот. Оборот. Что-то нехорошо гляжу. Вот так сделаем. Вот. Значит, лямбда, тогда у меня получается, что мои x и с y связаны вот так. Лямбда x плюс, y минус, это, соответственно, значит, единица на лямбда. Да, вроде так. Вот. И теперь, у меня, у моей частицы есть какое-то поле, соответственно, у нее есть тензор напряженности, этого поля. Некий f, который зависит, соответственно, от x плюс, x минус, x перпендикулярное. И имеет два индекса меню. Это то, что стоит в Гамильтняне, в Лаканжане, вернее, то есть f-меню. Вот. Мы будем говорить о сильных взаимодействиях, то есть это сильный тензор, да? Да. Ну, запятые, наверное, ну, запятые, да. Вот. Теперь, это он такой вот там, соответственно, а вот тут он у нас будет другой. А именно, если я преобразовываю из одной системы в другую, то, что я должен сделать, я должен f помножить на преобразование Лоренца и взять аргумент обратный, да? Это у меня будет f новое. Это не то же самое лямбда? Лямбда – это преобразование Лоренца, я не знаю, как его написать, но L. Давайте я тебе напишу. Отвечающее вот этому бусту. То есть вот это, если хочешь, L такое, вот, с параметром бета или с параметром вот лямбда. Да? Вот. То есть я преобразую мои компоненты и обратно преобразую то, что у меня тут стоит. Ну, как вы видите, это не преобразование? Да, конечно. Ну, я схематически написал, ну, хорошо, я могу написать вот так. Значит, скажем, mu, mu' 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 это у меня будет f mu' 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 от моих новых переменных. Так, вот, давайте это сделаем. Соответственно, значит, вот это я все-таки назову стильдой, а вот этот будет уже без стильды. вот, соответственно, вот я и пишу. единица. Так, f, ну, для начала, я не знаю, плюс-минус, да, у меня есть. Ты хочешь вообще еще что-то написать? Лагранжан, или что? Нет, я хочу тензор написать. Зачем? Что ты с ним потом делаешь? Потом я с ним буду работать, то есть тензор даст мне уровень, ну, тензор определяет мне поле, я найду из тензора поле, это поле я поставлю, Лагранжан как внешнее поле, найду в нем пропагаторы. Вот, по крайней мере, план такой. Вот. Вот. Так, то есть вот мой тензор. Здесь я должен, на самом деле, помножить на единицу на лямбда, помножить на лямбда, потому что, если я делаю преобразование, это компоненты, которые плюсовые у меня помножаются на лямбда, вот, это компоненты, которые минусовые у меня делятся на лямбда. Вот я их помножил, поделил, то есть у меня тут ничего не будет. Теперь y плюс, значит, я должен так, поделить на лямбда, да, и крик минус помножить на лямбда. Так, y перпендикулярно не трогать. Так. А? Ну, и тильду поставить, да. И тильду поставить, да. Так, это был этот, значит, f плюс i у меня от тех же аргументов, значит, перейдет в f тильда плюс i, и, значит, он у меня. А тогда строкой выше, перейдет в минус первая от y. Так. Значит, я помножаю на лямбда. и это поперечная компонента. Что-то у меня такое чувство, что я противоположно выбрал, чем тому, что я все в бумажке выбрал. Это, соответственно, f и g с тильдой. Равно причем, да. Вот. От тех же аргументов. Так, лучше я проверю. Лучше я проверю. Ну да. Ну да. Я их выбрал противоположным, плюс на минус. Поэтому я путаюсь. Да, да, да. У меня, у меня наоборот стоит, у меня стоит, ну вот так у меня стоит. У меня стоит, у меня стоит у плюс, это единица на лямбда, а тут лямбда. Вот. Соответственно, если я бета на минус бета заменю, везде, то тогда у меня будет то, что мне нужно. Лямбда молот, да? Нет, причем, лямбда велика. Что у тебя получается, то есть в сфере, у минус бета стоит, у бета, у меня нет. У меня нет. У меня нет. Так. Ну, у бета Сейчас. Ну, если искусственные институты определятся, то сменим это правильно. А вот следует, когда нужно наклеение андот применить? Ну, мне по большому счету все равно, что у меня будет большое, что маленькое, но… Главное, чтобы ты согласовался, ты обязательный, и все. Так, значит… Я хочу, чтобы… Значит, сейчас… Да, да, да. И все, а то, что с нету, будет правильно? Лямбда вот такая. Да, это правильно. Сейчас. Все, 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 все. Так, значит, все, 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 все. Ну и тут ничего нет. А где лямбда большая? Так, что мне, собственно, из этого всего нужно? Мне нужен из этого вот этот член. Сейчас мы еще разлим. Правильно, правильно. Значит, я на минусовый помножаю, соответственно, вот здесь я на минусовый делю. Вот, что мне здесь нужно из этого бустан? У меня лямбда большая. Значит, я говорю, что ну вот самый большой компонент этого тензора – это вот этот. Вот. Это вообще вымрет. Вот эти, они в силу того, что… Значит, у нас поле какое-то ограниченное. Вот. И поэтому, если Y плюс хоть чуть-чуть отошел от нуля, да, то тогда это поле сразу вымерло. То есть вот это не вымрет, и вот это только в какой-то очень узкой окрестности нуля. Еще раз, почему? Потому что F – это какое-то поле, ограниченное в пространстве. Так? Вот. Теперь мы очень сильно увеличим компоненту, скажем, плюсовую, да? То есть, если где-то было, ну, не совсем в центре локализации поля точка, то за счет этого она очень далеко убежит, и там нету поля. Вот. Потому что лямбда большая. Потому что лямбда большая. То есть поле сконцентрировано около нуля. Вот. Потому что это тензор напряженности, и он, у нас частица конечная, вот она где-то стоит, на бесконечности его нет. Я просто понял, но вот ты когда говоришь, что там, например, кварт такой стоит, и, значит, цвет там свой. Да. Я распространяю. Что-то я просто, как-то, может, пропустим, что-то я как-то не помню, но чтобы разговоры вот про эти вещи в терминах, напряженности, так сказать, что-то они приводили к какому-либо результату, ну, в смысле, что-то это бывает. Ну, вот я тебе попробую продемонстрировать сегодня, что они приведут к результату. Ну, в смысле, ну, такое... Ну, это же, как получается, не такое анатонное поле. Может, имеешь в виду здесь поле какого-нибудь ядра, допустим, которое, естественно, сочетесь не спадает. Это поле. Классическое поле. Это вообще классическое рассуждение. Пока. Ну, ладно, классическое – это классическое. Хорошо, просто мне очень понятно, как это все получится классическое. Ну, так вот, послушайте и поймете. Я не понимаю. Есть поле, у него есть тензор напряженности. Тензор напряженности бустировали, получили, что максимальный компонент – это вот это. И в дальнейшем во всей этой науке, ну, можно считать поправки, мы будем считать, что все они равны нулю, кроме вот этой компоненты. А вот эта компонента, видно, что она преобразуется как дельта-функция. Вот. То есть это у меня будет иметь вот такой вид. Ну, некая F и T. Там, я не знаю, с волной уже было, с двумя волнами. От Y к перпендикулярному. А почему F и T и J? F и T и J, оно не ноль, оно много меньше в любом случае. Так же, как и вот это. Это не ноль в некой области около Y плюс равно нулю, но оно там много меньше, чем вот это. Значит, под ней, если хочешь, не сохраняется площадь, а вот под этой сохраняется площадь. То есть это главная компонент. Ну, потому что если я буду интегрировать, соответственно, D, Y плюс, F от лямбда Y плюс, вот тут у меня есть еще одна лямбда перед F. И, соответственно, у меня площадь сохранится. Так. А вот перед этими двумя компонентами у меня лямбды нет. И у меня, я, соответственно, получу, что площадь у меня не сохранится. То есть они несчастны, они не подпомнены? Я просто хочу сказать, что это поправки, вот это две поправки к главному члену. А это вообще, так, вот это подавлено совсем, вот это две, это поправки, вот это главный член. И в дальнейшем мы вот на него будем смотреть. Ну, вы поняли, что президент, это попус, а не ноль. Но это на ноль, да нам все равно кажется, что он мало. Ну, нам не то, что кажется, оно действительно мало, потому что лямбда у нас велика. Ну, ладно, там как, просто в самом эпоху, это F плюс-минус, не очень понятно, что там там же заперли. В F плюс-минус ровно то же, что F и G, вот абсолютно. При нем ничего не стоит. При вот этой компоненте стоит лямбда большая величина, но ясно, что она больше, чем все остальные. Ну, ладно, точно больше. Вот. Ну, разумеется, стремится, потому что, ну, асимптотических энергий не бывает. Это наука, которая говорит, вот S много больше T, там, или что-то такое, да. Соответственно, с той точностью, с которой это наше неравенство выполняется, с той точностью это выполняется здесь. То есть дельта-функция – это в пределе бесконечной энергии, конечно. Вот, я говорю, к этому можно считать поправки, и люди считают. Вот. Хорошо. Значит, вот у меня есть такая, такой тензор. То есть в дальнейшем, что я делаю... То есть я говорю, вот мой тензор F минусы T от Y. равно, значит, дельта от Y плюс, некое F от Y перпендикулярно. Значит, спрашивается, я хочу выбрать поле, которое является решением вот этого уравнения. То есть что такое F? Я знаю. Вот, я хочу найти поле, которое мне удовлетворит вот этому уравнению. Это и будет мое поле ударной волны. Вот F с двумя волнами, получается, F с волной путем буст. Что-то так. Значит, искать я его в данный момент не собираюсь. F с волной получается? F с волной это просто поле, исходная частица в системе покоя. Сейчас, еще раз, мы знаем F с волной. Потом мы его при помощи бустра переводим в этот блин. Да. А потом из этого блина делаем из него двумя с волной при помощи чего? При помощи бустра. Просто предельный переход в лампу бесконечности. Тензор это, в некотором смысле, инвариантная величина. Она содержит производные и так далее. А поле, ну, поле зависит от калибровки. Поэтому вот то, что я здесь делаю, скажем, бустирую и говорю, что я вот это выкину, потому что поле там на бесконечности спадает, и оно ограничено. Я мог бы сделать то же самое вот с полем просто, а не с тензором напряженности. Но к полю я могу константу добавить, скажем, да, и она не будет спадать на бесконечности. То есть поле имеет некую там широкую калибровочную свободу. Вот. Я могу его по-разному выбрать. Поле, которое будет мне реализовывать физические конфигурации, которые вот дает мне тензор. То есть из этого поля сейчас точек вектор потенциалов. Да, правильно. То есть из тензора я хочу написать вектор потенциал. То есть выбирать его я буду вот так. Понятно, что я его выбрать могу очень многими разными способами, в зависимости от калибровки. Значит, выбирать его я буду вот так. bμ равно, значит, от y равно, соответственно, дельта от y плюс. Некое поле b от y перпендикулярное на n2μ. Значит, напоминаю я, что у меня введены вектора светоконусные, а именно, значит, у меня есть вектор n1 равный 1, 0, 0, 1, n2, 1, 0, 0, минус 1, и где-то у меня стоит 1, 2. 1, 2, 1, 2, да. Вот. И любой вектор p у меня раскладывается как p плюс на n1 плюс p минус на n2 плюс p перпендикулярное. вот, соответственно, n1 на n2 это единица, и p плюс это p на n2, ну, а p минус это p на n1. вот, соответственно, в это поле свое я беру по n2. Вот. то есть у b есть только компонента минус. Легко проверить, если я напишу определение вот этого тензора, то есть f, скажем, минус it, это у меня d минус b и t. b и t у меня нет, так, минус d и t b минус, b минус у меня есть. Вот. Плюс g на f, b, c на b минус b и t, этого у меня нет, потому что b и t у меня нет. Плюс, значит, вот это у меня, скажем, А, 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 В, С. Значит, тут у меня В, скажем, минус В, В, И, Т, С. Ну, вот тут вот по-хорошему. Вот. Ну, и В этого у меня нет, поэтому это у меня 0, и это тоже у меня 0. А В этого нет, потому что… Потому что я так выбрал. А, Н2? Я выбрал только по Н2. И я хочу продемонстрировать, что вот такой выбор вот это уравнение удовлетворит. Вот. Хорошо. Итого у меня получится тензор ДИТБА. Значит, ну, минус. ДИТБ-А равно дельта от Y плюс. некий F от Y перпендикулярное. Значит, я подставляю вот это. В минус – это у меня, соответственно, дельта на ДВ большое. Дельта я сокращаю в забывах частей. И В большое – это у меня решение вот такого уравнения. ДИТБ. Ну, его можно взять, там, решать. Но понятно, что у него решение есть. Я просто беру обратный оператор. То есть, по такому тензору, какой бы он у меня там ни был, какой-то получился с помощью густа, я могу сказать, что поле вот такого вида дает мне такой тензор. То есть, чтобы получить такой тензор, я могу выбрать поле вот такого вида. Вот. Значит, вот такое поле и называется поле ударной волны. Никакой аксиальной калибровки. Да, и если посмотреть, то вот выбор… Во-первых, выбрать можно и другое, будет другая калибровка, да? Но Bμ, N, что там, 2μ, соответственно, у меня равно 0. Да? Потому что N2 в квадрате равно 0. Вот. То есть, мы автоматически вот так фиксировали калибровку. В принципе, можно и по-другому взять. Например, то же самое будет калибровка B на N2 равно 0, если я возьму чисто поперечное поле. Ну, будет некое другое уравнение тут. Но B на N2 все равно сохранится. Ну, и B на N1 заодно сохранится. Но неважно. То есть, можно как-то по-разному выбирать эти поля. Но вот мы выберем так. Хорошо. Значит, это было поле ударной волны. Вот оно такое. В чем состоит дальнейшая идея? Идея состоит в следующем, что мы будем считать это у нас некое внешнее классическое поле. Вот. И мы посмотрим, как наши квантовые частицы проходят через это поле. То есть, мы найдем пропагаторы во внешнем поле вида поле ударной волны. Зачем это нужно? В дальнейшем это будет выглядеть так. Например, вот летел кварк. Он через это поле ударной волны как-то прошел. Ну, и отклонился, скажем, на какой-то угол. Вот. Вот это поле мы умеем каким-то образом считать, параметризовывать и так далее. Но проход вот этого кварка через это поле дастся нам как раз пропагатором, который мы найдем. Поэтому, если у нас какой-то процесс типа кварк куда-то рассеялся на какой-то там другой частице, мы можем рассматривать вторую частицу как источник вот этого поля, находить пропагаторы при прохождении через это поле нашей частицы. Вот. И потом это будет, ну, фактически наше сечение. Я подробно про структуру амплитуды расскажу. Вот. Значит, давайте по порядку. Значит, пропагатор глюона в поле ударной волны. Так, значит, вот у нас есть глюонное поле А. Мы его рассматриваем как А плюс Б. Значит, А плюс Б. А – квантовое поле, наши глюоны. Б – внешнее поле вот это. Вот. Теперь Лагранжан взаимодействие с этим полем у нас какой? У нас есть четырехглюонные вершины в Лагранжане и трехглюонные вершины. Четырехглюонная вершина выглядит примерно так. А – мю, а – ню, а – мю, а – ню. И какие-то групповые множители. Вот. Ну и если мы хотим рассматривать взаимодействие с внешним полем, то нам как минимум одно сюда нужно поставить в поле Б вместо А. Вот. И так как мы будем работать в дальнейшем в калибровке вот ровно этой, А на Н2 равно нулю. То есть А на Н2 равно Б на Н2 равно нулю. То как только я поставил хоть в одно из этих мест Б – квантовое поль. То есть глюонное поле состоит из двух частей. Внешнее поле, вот в котором поле вот этого блина мы идем. И, собственно, глюонное поле, которое есть везде. Ну, да, оно просто есть. То есть свободное глюонное поле. Ну, в смысле, какая-нибудь там волна вообще. Да. Вот, например, летел себе кварк, излучил глюон. Глюон быстрый. И летит вперед. Вот. А то, что на него летит вот в этом блине, ну, оно относительно вот этого глюона очень медленное. Вот. Это внешнее поле. Б. А этот глюон быстрый. Так, давай сейчас немножко смотри. Ну, чтобы действительно по чуть-чуть было понятно. Вот смотри. Вот, предположим, ну, чтобы не абстрактно говорить. Вот есть, например, свинец и протон. Ты говоришь, в протоне есть, ну, какой-то из протонов, предположим, что это типа глюон. Ты говоришь, вот, значит, это глюон. Он, значит, ну, вот они всталкиваются. Ты говоришь, давайте, ну, поле этого свинца. Вот, ну, ядро свинца, ну, естественно, из-за куста сжимается. И сжимается не только само ядро, но еще и поле, которое у нас состоит. Теперь вот, с какого места, с какого момента поле вот этого свинца, оно стало медленным. И вот этот момент, что я имею в виду. Значит, вот у нас есть... Если бы вы формулировали, почему в подходе можно считать поле свинца классическим полем? Ну, разумеется, все, что я здесь делаю, это приближение, это первое. Второе, как разделять поля классическое от квантового? Я сейчас буду рассказывать. А именно, разделяются они так. Вот у нас есть глюоны вообще все, которые там есть, да? У каждого из этих глюонов есть импульс некий, да? Вот. И скажем, у нас это летит по P+. Вот у них импульс... То есть исходная наша частица летит по P+. У нее P+, большое. Вот. Соответственно, вот этой частице P+, большое. Вот этой частице P-, большое. Вот. Теперь. Все глюоны, которые здесь есть, у них есть P. И вот мы будем говорить. Вообще в системе. А, у них большое P. У них разное P. Вот. Ну, почему разное? Потому что глюоны там есть со всеми импульсами. Замечательно. Мы будем говорить, что те глюоны, у которых, скажем, P+, больше, чем некий, ну, скажем, P0 плюс на, там, не знаю, Е в степени ИЦ. Мы будем называть быстрые, те, у которых меньше, мы будем называть медленные. Те, как... Это быстрота. Ну, псевдо-быстрота, если хотите. Есть степени псевдо-быстрота. Да. Но это, на самом деле, ее определение практически там. Вот. То есть мы руками разделили все глюоны по быстроте. Каким-то разделением с какой-то быстротой. Вот какой-то, руками. Я же правильно понимаю, что у тебя просто вот одна частица по ху в плюс, а другая по ху в минус. Вот это. Да. Ну, ладно, но непонятно, почему они так поделятся. Вы написали, что это все, ну, непонятно, почему они и вот так вот делятся. В смысле, я не очень понимаю, что непонятного. Вот есть поле глюона, B, да. Скажем, оно у меня в координатном представлении, B от Y, да. Я вот беру и пишу, это интеграл, D, P плюс, D, P минус, D, P вектор. Ну, давай P в четвертый. Чудесно. Значит. Вообще говоря, это, ну, мое поле, я его по плоским волнам раскладываю. Я пишу E в степени минус I, P, Y. Вот. На мое A от P. Теперь. Мне никто не мешает здесь вставить. Тета, P плюс, минус, P0 плюс, E в степени Ита. Плюс Тета, E в степени Ита, P0 плюс, минус P плюс. Никто не мешает? Замечательно. Я единицу вставил. Я единицу вставил, я говорю. Вот это, значит, у меня P больше, чем вот что-то там. Это быстрые, это медленные. Вот эти я буду носить в классическое поле, вот эти я буду носить в квантовое поле. В чем вопрос? Самое интересное, почему ты имеешь пак, ну, почему ты, какой-то из этих кусков и вообще, говоря, можешь считать постоянные, конечно. Потому что они медленные. То есть, вот эти меняются намного быстрее, чем те. Вот и все. Смотри, смысл в чем, что, вот, я бы понял, вот представь себе, есть какое-то распределение, мы уже подозреваем, что вот это А, П имеет какой-то там форму, да? Да. Вот представь себе, это такая, в общем, узкая штуковина с центром прямо вот в этом, вот P0 плюс, E в степени Итли. Вот прямо там, где находится рецептор, и тогда какие-то разделения, одно мягко-користусские. А если бы она у тебя действительно имела бы, ну, вот какие-то раздвинутые как-то узкие заметки, да? Конечно, у него там всякие гриоты уже есть, у него там все они есть. Я вот просто, ну, может, вы бы хорошо понимаете, какие у него там гриоты есть. Это меняет совершенно самая абстрактная на свете вещь, и поэтому я вообще не понимаю, почему это так. То есть, понимаешь, как бы, хотелось бы какого-то, ну, как, не просто вот так про построение мы делаем, а еще какой-то, вот, ну, почему вот так сработает? Понятно. Ну, или хотя бы не обоснование, но какой-то там намек на него. Ну, любое уравнение, как выводится, те, которые на дельта меньше, считаются много меньше. Вот. Поэтому я не очень понимаю, что ты хочешь, чтобы... Что я должен сказать? Я их просто поделил на быстрое и медленное. Я, в общем, смотри, берешь какое-то поле, говоришь, вот, смотрите, вот у меня есть кварт, вот классическое уже, вот, ну, вот, я сначала классическое поле душу, да? Потом ты говоришь, вот, смотрите, ребята, мы теперь соберем вот какую-то часть из этого поля квантуем, а какую-то, а, не будем. Я только говорю, нефигать себя, начну и по-другому. Хорошо. Рассказываю по-другому. Значит, вот, я этим хотел заканчивать, раз уж вы настаиваете, что называется. Значит, я хочу, например, посчитать какой-то процесс. Процесс, который обычно считают, это гамма-гамма в гамма-гамма, вот, на котором все показывают. То есть вот такого типа процесс. Тут вот что-то там, значит... Вот, этот процесс с какой функцией Грина связан? Он связан с функцией Грина типа, значит, электромагнитный ток от X Электромагнитный ток от Y Электромагнитный ток от Z Электромагнитный ток от 0, 0 Да? Меню альфа-бета Это, соответственно, X, Y, 0, Z Да? Вот Это я должен вот его посчитать Если быть точным, я должен посчитать L, D, X И поделить все на, ну, значит, E в степени S вакуумной средней, да? Вот я должен такую функцию Грина посчитать Теперь Это у меня функциональный интеграл, если хочешь, так? Это у меня функциональный интеграл, числитель Ну, знаменатель тоже, но знаменатель мне не важен Значит, это у меня функциональный интеграл по полям А Это у меня функциональный интеграл по полям ПСИ Ну, ПСИ с чертой Вот, от этих вот моих четырех операторов экспонента Теперь Теперь Я должен Да Поля кварков Значит, теперь Что я должен? Я должен посчитать функциональный интеграл по всем полям А Так? И быстрым, и медленным Правильно? Наверное, если что, я не разобрену хорошо Значит, я должен посчитать и по быстрым, и по медленным Так как я хочу сечение, мне нужны все Но Что я хочу сделать? Я хочу сначала посчитать по быстрым, и потом по медленным Вот и все Ты не просто хочешь сначала по одним, по другим Ты хочешь по одним одним образом, а потом не по другим? На самом деле нет Я Вот и все, да Я их просто Вот этот функциональный интеграл я разбил на два Сначала считаю по быстрым, потом считаю по медленным Все Я по ним тоже посчитаю Но потом Так Значит, четырехугленный вершин не будет Почему? Потому что Bμ всегда будет тут минус У B Иначе Ну, у B есть только минусовая компонента Как только есть B минус, то вот это А тут должен быть минус Это значит Сверху плюс И исходя из этой калибровки у нас А плюс равно нулю Поэтому четырехугленный вершин не будет Понятно? Или нет? Ну, короче, ты хочешь сказать, что у тебя бывает только отрицательного, только минусы Ну, короче, у меня есть только минус минус У B есть только минусовые компоненты Это означает, что оно свернется, когда у меня будет вот так Ну, а минус снизу, это А плюс сверху Вот, А плюс сверху, это для любого А и Б, это равно нулю Поэтому четырехугленных вершин нет При выборе вот такой калибровки Все Значит, теперь треугленные вершины Как они выглядят? Они выглядят Ну, и тут, значит, у нас стоит F, скажем, А, Б, С А, Б, С Вот, опять-таки Здесь справедливо то же самое Из всех возможных конфигураций выживает только одна А именно вот такая Ну, я знак еще проверю Потому что он может быть неправильный Значит Какая у меня может выжить комбинация Если у меня Б будет на этом месте или на этом месте То будет то же самое, что четырехугленные вершины Это будет ноль Соответственно, Б я могу поставить только сюда Это у меня будет Б мю Вот И Мю у меня Опять-таки это только Б минус Поэтому я пишу Б минус Вот тут у меня будет А, А, Б, А, С А, Д Минус Вот И индексы Значит, опять-таки Тут могут быть только перпендикулярны И Потому что если один из них плюс То второй сразу минус из нулиц Так Вот И общий знак я посмотрю Как я делал Вот Общий знак Общий знак у меня минус Вот И Значит Ну, хорошо Общий знак у меня минус Так у меня определен заряд Вот Вот и хорошо Вот Поле Б Будет вот здесь Будет Б минус И оно С этим будет сворачиваться Ну и к тому же Есть еще одна причина Почему она Не может быть подпроизводной Значит Ну а она от x минус Не зависит Вот Хорошо Вот у нас есть Лагранжиан Значит, что нам нужно сделать Нам нужно посчитать следующее Вот летит кварк Ну, хорошо Мы с глиона начали Вот летит глион Это наш аглион Вот этот Вот И он взаимодействует Он пролетает через вот этот вот блин Соответственно Его эффективный пропагатор Там d от x y А b Меню Значит, скажем, вот это а мю Это b ню Он Из чего состоит Он состоит из суммы Вот такого рода диаграмм Значит, такая Плюс такая Вот это поле b Плюс такая Вот это два поля b Плюс и так далее Значит, до бесконечности То есть вот так В виде внешнего поля b Вот Мы представляем наш блин Протон который Или там Это вот эти поля b Это те, у которых импульс меньше, да? То есть вот это Быстрое поле У него p плюс большое Вот у этого p плюс Вообще говоря Ну, равно нулю Если так смотреть Вот Поэтому Вот это поле Через внешнее поле b Просто пролетает Не приобретая продольный импульс Не теряя его Это очевидно История Это очевидно Потому что поле b У тебя не зависит Там От y к минус Да? Вот И соответственно Из фурье У него не будет p плюс Вот То есть оно передавать П плюс не будет П плюс вот в этих вершинах Во всех будет сохраняться То есть он как летел Так и летит Вот ровно это Здесь означает Мы говорим Что у нас p плюс Больше чем что-то А вот этот p плюс Меньше чем что-то Им мы пренебрегли П плюсом Вот Хорошо То есть вот задача такая Что вот этот пропагатор То есть отсуммировать Все такие диаграммы И написать ответ Вот давайте это делать Так Ну я ее немножко Перепишу красиво В симметричной форме А именно А именно вот такой G пополам A, B, C A, B, B минус Судя по всему На G альфа, B, C Ну это просто Симметрично Запись То есть я Производную Туда-сюда Отзначает Туда-минус сюда Вот Перебросил И туда И сюда Вот Ничем больше Оно собственно Не отличается Так Значит Давайте посчитаем Скажем Вот этот член Из его структуры Будет ясна Структура Вообще Всех Членов G альфа, B, C Да Это минус Коронакер, Дельта Поперечный Значит Символ Хорошо Значит Считаем Вот эту Это у нас Будет Так Опять-таки Чтобы я Что непонятно Что непонятно Х больше У меня будет Обозначения То есть Обозначения Такие D по Dx Туда-сюда Это D по Dx Туда Минус D по Dx Сюда Вот такие Ну да Ну там Где-то там Далеко Он равен нулю Да Вот Плюс Или x плюс У меня Да Вот Вот в такой Будем Считать То есть У нас Взаимодействие Происходит В точке 0 x Это точка За Ударной Волной Вот тут Где-то x y Это точка Перед Ударной Волной Мы Вот такой Пропагатор Хотим Посчитать Вот Вот тут У нас 0 Ну 0 Плюс Да Ну а ты Когда Ось Изучишь Это Ось x Или Это Ось x плюс Да Это Я 2 Вдоль По этой оси Меняется Плюсовая Координата x Плюс По ней Меняется Короче И импульс И x Да 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 Растут Так Значит Вот Вот Смотрю на Диаграмму Значит И пишу Ее Значит У меня Будет Интеграл Скажем Так x У меня Вот это Да Ну или Вот это x Это y Вот это Пусть будет x1 x2 Точки Да Тогда у меня будет Интеграл до x1 Интеграл до x2 Я интегрирую По всем этим точкам У меня будет Пропагатор Обычный Свободный От x1 минус y Вершина Вот это Вот это g Это g свободный Гленный Пропагатор Значит Свободный Гленный Пропагатор Сейчас я Напишу Общий вид И мы его Обсудим В этой Калибровке Значит Пропагатор Вершина В точке x То есть g пополам f b c b b x1 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 минус Это Версина Версина Альфа Бета Значит И тут У меня Индексы Если Это у меня Меню Это у меня Мил Альфа Вот Это у меня Индексы А Ну и там Какой-нибудь А штрих В конце Будет Вот Вершина Потом Снова Пропагатор Свободный x2 1 Значит Бета Гамма Снова Вершина А b c c d c d h b d x2 g 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 плюс x2, и тут ρ, ν, и, наверное, все. Вот такое выражение. То есть что я написал? Я написал пропагатор, вершина, пропагатор, вершина, пропагатор. И проинтегрировал по двум точкам, x1, x2. То есть я просто, на самом деле, что такое мой пропагатор? Например, это вот тот самый матричный элемент. Тут вот знаменатель какой-то, есть степень и s. А тут у меня стоит а, причем вот такое а. А в точке x, а в точке y, и в степени и s. И еще я вот sv буду писать, имея в виду, что в поле ударной волны, то есть у меня мое действие, оно содержит внешнее поле. Значит, вот тут у меня индексы, соответственно. А в точке x, да, нет, в точке y. А, а штрих, мю и ню. То есть вот такой маточный элемент я считаю, это мой пропагатор. Вот, я его написал. Хорошо. Теперь, что такое вот же 0, да? Не спрашивайте. Вот эту? Потому что я хочу продемонстрировать общий случай, а в ней нет промежуточного углеона. Там плюс и так далее. Ну вот она, плюс и так далее. Я говорю, что я хочу посчитать, скажем, второй член. Не нравится? Нет, я могу посчитать первый. Вопрос в том, что я хочу... Вот на этом будет видно вообще, как они все остальные устроены. Да. Как общий ряд будет, включая вот этот записываться. На нем будет видно, поэтому я именно его выбрал. У меня на самом деле есть еще первый член вообще без взаимодействия. Но я его как-то не стал смотреть. Да, он есть. На самом деле я его не стал смотреть не потому, что я вот такой умный, а потому что мы хотим сечение, да? А этот член без взаимодействия все равно вычитать надо. Поэтому он нам не нужен. Вот. Хорошо. Значит, пропагатор. Пропагатор. Который же 0, альфа-бета от P, скажем, да? У нас свето-конусная калибровка, а духов у нас нет. Мы так выбрали, да? Поэтому у нас пропагатор выглядит так. Так, минус I, D меню от P на P квадрат плюс и 0. Значит, D меню от P выглядит так. Так, это G меню минус N мю P ню плюс N ню P мю. Так, и он у нас по N2. Это N2. Так, вот. Вообще говоря, в обычной аксиальной калибровке тут еще добавки есть, да? Связаны с N квадрат и P квадрат. Что-то типа или минус, минус, наверное. N2P в квадрате N в квадрате плюс C P в квадрате. Ну, с каким-то знаком вот тут. Но N квадрате у нас равно нулю, акси в квадрате мы взяли равным нулю. Это фиксирующий калибровку параметра так, чтобы духов не было. Поэтому вот этого члена у нас нет. Вот. Его я преобразую следующим образом. Какая-то дельта подсветка? Она есть, да. Ну, вот я ее могу здесь написать, дельта B. Это да, правильно. Вот. Проблема в чем? В этом пропагаторе она действительно дельта, да? А вот в этом она уже не дельта, поскольку внешнее поле дает цвет. Так. Хорошо. Вот тут я оставлю G перпендикулярное меню. И пишу минус. Так. Значит, G меню. Это G перпендикулярное меню. Плюс N2 Mu N1 Nu Плюс N2 Nu N1 Mu Вот. В моей нормировке. То есть это перпендикулярная часть тензора, это продольная часть тензора, да? По векторам N1, N2 и по перпендикулярным векторам. Вот я его так раскладываю, этот тензор. Вот первый. Перпендикулярная часть у меня остается, а вот это у меня сократится с кусочком второй части. Потому что P это у меня P плюс N1 плюс P минус N2 плюс P перпендикулярное. Вот. И что я вижу? Значит, N2 на P N2 на P это у меня P плюс. Поэтому вот когда я вот этот кусочек возьму из вот этого P nu, у меня получится N1, N2 на P плюс. Оно сократится знаменателем с P плюс. У меня вот один из этих кусков уйдет. Соответственно. Ну и здесь так же. Итого я получу N2 mu значит что у меня сократилось? У меня сократилось N1, N2 да. Вот. У меня сократилось N1, N2 а N2, N2 осталось. Да. И у меня осталось N2 и P перпендикулярное. P перпендикулярное nu плюс N2 и P перпендикулярное mu на P плюс. И минус N2 mu N2 nu на P плюс минус. И сверху P минус. Вроде так. Единственное, тут двойка похожа. Потому что их два. Вот. Этот тензор я могу вот так переписать. G перпендикулярное меню минус N2 mu плюс N2 mu P перпендикулярное mu минус. Вот тут я помножу числитель и знаменательное P плюс по минус вернее. по плюс. и у меня будет минус вот у меня P в квадрате, когда он на массовой поверхности, ну даже и в этом смысле просто. P минус минус P вектор в квадрате. Вот. 2P плюс P минус у меня есть, когда я сделал вот так. Вот. Соответственно я получаю, что 2P плюс P минус это это плюс это. так. Вот вроде так. И назову я назову я вот этот кусочек до 0. Вот. Это добавка. Вот. Это тензор, который здесь был. Теперь пропагатор, пропагатор, вот он. пропагатор. Мне нужен будет пропагатор P плюс x плюс x по-моему. И мы сейчас возьмем фурье. Мне нужен пропагатор от P плюс x плюс и P. это дам А, наоборот P. P плюс да, x плюс и P. Вот такой мне нужен пропагатор. Я хочу по одной фурье взять вот из этого. Вот. То есть я возьму фурье вот, чтобы мне был x плюс. это будет Dp минус на 2P E в степени минус и P минус x плюс. Вот. От вот этого. Тут я пишу 2P плюс P минус минус P в квадрате плюс и ноль. Вот. А здесь у меня минус I дельта B. Вот это вот стоит. Вот. Значит, у меня стоит D0 от P. Причем тут есть P плюс и P вектор. А по минусу там нету. Поэтому с точки зрения этого интегрирования это константа. Вот. минус N2 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 квадрат на P плюс квадрат. Так. Вот так. Значит, вот этот P квадрат на самом деле вот это тоже P квадрат. Вот это. Он благополучно сократится и у нас в этом члене будет зависимости от P-. Поэтому его мы интегрируем, он дает дельта-функцию. Вот. А вот этот вот член первый, он, когда интегрируется, он интегрируется вычетами. И будет... Значит, и что будет? Будет, будет, значит, 2P вместе с I у меня уйдет. У меня будет единица на 2P+. вот е в степени минус I P- это P-вектор минус 0 на 2P+. Так. На X+, да. Вот. А тут, значит, будет стоять D0. вот. И здесь внутри. Значит, когда мы должны замыкать контур, обходить вот этот полюс, значит, этот полюс у нас стоит минус минус P-вектор квадрат минус 0 на 2P+. когда мы обходим, значит, если мы предположим, что P+, у нас, скажем, положительно, вот. Если P+, положительно, то значит, вот у этой штуки отрицательная мнимая часть. Значит, раз у нее отрицательная мнимая часть, то X тоже должен быть положительным, чтобы я его обошел. поэтому я эту функцию пишу от X+. Ну и, соответственно, я могу поменять общий знак между ними, то же самое будет. Вот. Единственное, что обход будет в другую сторону, поэтому минус это минус P+, это минус X+. Да-да-да. Проверю. Да, вроде правильно. Вот. Значит, этот кусок, который пришел из тензора D0, плюс кусок, который пришел отсюда. Там обходить ничего не надо. значит, там будет минус N2 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 V+, в квадрате. так, наверное, плюски за счет вот этого ΔB. Вроде бы так. Да, и ΔF это X+. Вот она. Хорошо. Это вот то представление пропагатора, которое мне будет нужно. Это свободный пропагатор. Хорошо. Теперь я его беру и вот туда вставляю. И что я вижу? Вижу я вот что. Что вот эти производные, которые здесь стоят DPDX1- DPDX2- они что они делают? Они сейчас напишу. Мне у меня вот здесь стоит пропагатор полностью в представлении X. Пропагатор в представлении X это 1. GFx это интеграл. значит так какое мне лучше сделать? ну да, ну вот это такое P+, X+, P-вектор вот и я должен взять Fourier от него, чтобы получить это Fourier Dp+, на 2π и в степени минус P+, X- ну и заодно минус P X репендикулярно интеграл тоже вот это вот такое я Fourier значит подставляю сюда от пропагатора который мы там написали вот и когда вот эти производные действуют сюда да вот тут вот X- нет X- только здесь да значит в пропагаторе нет X- X- только в фурье вот есть да поэтому когда он дифференцирует он дифференцирует и вытаскивает минусы P+, так вот он вытаскивает минусы P+, из каждого пропагатора отсюда 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 так вершин у меня две то есть у меня вынесется минусы P+, 2 минусы P+, почему B на B они не действуют потому что B имеет следующий вид B от X от X плюс некая B от X перпендикулярно на N2 M то есть на B они не действуют они действуют только вот сюда вот и того хорошо кроме того так как вот B не зависит от X минус у нас зависимости от X минус вообще нигде нет ну вот нет она только в экспонентах вот в этих раз она в экспонентах вот в этих я беру интегрирую по X минусам вот этому но и вот этому так интегрирую по двум X минусам вот тут у меня стоит D4 X1 D4 X2 там есть DX минус 1 DX минус 2 я по ним интегрирую у меня единственные экспоненты стоят причем они стоят как они у меня стоят так то есть у меня в каждом пропагаторе есть вот такая вот экспонента я их всех интегрирую у меня останется у меня останется вот значит DX1 плюс DX2 плюс X1 вектор X2 вектор это перпендикулярный вектор да ну вот я где-то это писал да то есть у меня есть плюс минус перпендикуляр хорошо значит я беру два интеграла каждый из них 2P дельта функция вот так вот этих у меня нет они превратились в минусы P плюсы причем как только я взял интеграла по X минус все P плюсы сохранились это один и тот же P плюс который прошел по диаграмме хорошо значит вот отдельно пишу интеграл сейчас я напишу подробно DX1 минус DX2 минус из первого пропагатора у меня стоит интеграл D P скажем плюс E в степени минус E P плюс X минус не X минус только а X1 минус Y минус X1 минус Y минус значит из второго пропагатора стоит P1 плюс E в степени минус и P1 плюс X1 2 но X1 2 это X1 минус X2 минус вот и из последнего пропагатора стоит D P 2 плюс E в степени минус и P2 плюс X минус X2 минус вот и когда эти производные действовали вот эти две да они мне дали что они мне дали значит они мне дали минус и P2 плюс скажем минус и P плюс первая дала P1 плюс только ну а вторая дала минус и P2 плюс минус и P1 плюс ну с точно сюда знак вот так вот теперь я интегрирую по X1 минус значит как только я проинтегрировал по X1 минус у меня получилась дельта функция от P1 плюс минус P плюс да вот потом я интегрирую по X2 минус у меня получится дельта функция от P2 плюс минус P1 плюс так эти дельта функции я снимаю интегрированием по DP1 плюс DP2 плюс итого у меня получится получится у меня 2 и P плюс квадрате интеграл это равно обведенный кружочком это не обведенный кружочек оно равно вот этому вот это равно вот это в чем вопрос понятно замечательно вот то есть вот это отсюда и отсюда пришло вот они в квадрате да экспонент у меня собственно еще есть у меня осталось E в степени и P плюс минус и P плюс внешние линии Y минус Y минус и вон там X минус да X минус Y все минус вот и какие-то степени 2P судя по всему которые я в ответе напишу правильные вот с точностью до 2P так ну вот один был и второй после интегрирования они у нас все одинаковые поэтому я подобные привел вот их два ну и этот это и вот значит и того у меня остались значит перпендикулярные компоненты X и плюсовые по этим я проинтегрирую а в пропагаторах остались интегралы по P вектору да вот очень хорошо вы по плюсу но по плюсу остался один внешний интеграл вот так единственное что мне не нравится цветовые множители ух ты ну ладно что-то я это медленно сейчас быстро буду рассказывать ну все тогда или вопросы там еще далеко вообще да нет недалеко сейчас я как-нибудь красиво сделаю как-нибудь меня цвет смущал так нет же 0 вот оно написано вот это а это мне больше ничего не надо я его исключительно написал чтобы показать что я вот это вот экспонент возьму так ну сейчас попробую быстро закончить попробую быстро закончить значит что у меня осталось что у меня осталось у меня осталось вот давайте я напишу все что осталось вот сюда значит дальше вот этот член вот этот член в пропагаторе он всегда умирает потому что вершины перпендикулярны да вот поэтому n2 всегда его убьет он мне не нужен у меня как только я фиксировал какой-то p вот этот да он у меня пролетает через всю диаграмму мы только что показали он сохраняется p плюс вот я его выберу скажем положительным тогда вот эта часть у меня работать не будет так вот и дальше ну я должен да ну хорошо в мой пропагатор естественно дают вклад два куска глюон летит вперед и глюон летит назад вот соответственно но он никогда не разворачивается по пути вот исходя из того что у нас p плюс сохраняется мне на самом деле достаточно посчитать один из этих кусков второй будет получаться просто транспонирование вот поэтому я беру скажем кусок когда глюон летит вперед вот и что будет помножить помножить так это то что было у нас останется в каждой вершине у меня такие тождества вернее вот между этими двумя же у меня какие тождества у меня внутри стоит d0 у меня получается что у меня стоит d0 альфа-бета g перпендикулярная бета-гамма и g перпендикулярная там я не знаю мю-альфа вот то есть внутренние пропагаторы все они стоят всегда в обкладках g перпендикулярного ну если посмотреть вот на этот тензор на d0 то видно что у него там только g перпендикулярная есть остальное там на n2 помножается и соответственно в d0 есть вклады с g перпендикулярным и вклады пропорциональные н2 все вклады пропорциональные н2 умрут в таких свертках останется только g перпендикулярная соответственно мю-бета во всех сколько бы у меня ни было кусков внутри вот я ровно для этого вторую диаграмму рассматривал все они схлапываются в обычный тензор g перпендикулярный вот единственное что останется останется d0 от первого пропагатора и d0 от последнего пропагатора вот ее я и напишу значит будет dp1 вектор d0 ну мю-альфа мю-альфа от p плюс в п1 вектор вот помножить на интеграл dp2 вектор d0 p плюс p2 вектор это вот из крайних пропагаторов вот еще останется останутся вершины b вот у нас будет b от x1 b от x2 причем там только как раз плюсовые и перпендикулярные компоненты сейчас сейчас вот и из вот этих вот ну тета функция она одна вот я ее выбрал положительная а вот эти тета функции они у меня тут есть это у меня будет тета x-x2 тета x21 тета x1 минус y это все плюсовые вот еще у меня есть вот эти экспоненты есть вот эти экспоненты которые имеют тут их несколько штук у меня будет стоять е в степени минус i b1 в квадрате а на 2 по плюс x1 плюс в степени минус и да-да-да x2 минус x плюс это и еще одна и еще одна в степени минус и p так p3 у меня тут тоже есть да сейчас нарисую p3 в квадрате на x1 2 плюс на 2 плюс так у меня еще где-то тут будет интеграл dp3 p3 вектор вот там это x-x2 x1 x2 x1 минус y вот плюс у меня еще будет некая степень вот этого p плюса у меня три пропагатора и там две степени в каждом из пропагаторов он идет вниз и с каждой степень идет вверх поэтому судя по всему тут будет вот так плюс общий коэффициент из двух пи который я потом правильно напишу это функция по импульсам импульс у нас сохраняется поэтому она только одна поэтому вот тут вот скажем стоит от нуля до а до д-100 д-100 альфа-альфа-альфа-альфа-нюс соответственно даже нет ни альфа-нюс а у нас тут везде же перпендикулярное внутри есть поэтому между ними еще стоит же перпендикулярные альфа-бета и вот тут вот бы это не вот чуя еще не написал вроде ну и же в квадрате естественно же в квадрате ну а цветовые я буду считать чтобы у меня свернута с матрицы вот теперь я вспоминаю что мои б зависят только от x начнет x минус не зависит а по x плюс а у меня дельта функция вот здесь да соответственно я могу проинтегрировать по вот этому и вот этому просто положив там нулями вот что это мне дает это мне дает что вот из вот этих экспонент выживет только экспонента на крайних точках соответственно x x плюс вот отсюда y плюс отсюда остальные все умрут такие неправильно написал так наверное вот значит экспоненты ушли как только ушли экспоненты соответственно вот этой не будет вот этой не будет и вот этой не будет как только ушли экспоненты я вижу что от импульса p3 у меня ничего не зависит внутри у меня импульс p3 только да я имею ввиду перпендикулярный импульс он у меня только на самом деле тут в экспонентах экспоненты еще не дописал на что меня еще стоит вот эти экспоненты вы взяли а вот эти и забыли да у нас еще остается минус и p1 p1 что x 1 минус y значит плюс тогда плюс и и p2 x 1 2 и x минус x 2 да и плюс и p3 x 1 2 вот значит от p3 у меня ничего не зависит p3 это импульс среднем пропагаторе у меня получился вот это п3 вот это всем p2 и p1 вот этот у меня тензор схлопнулся от p3 ничего не зависит экспонента от p3 ушла по суку x 1 x 2 в нуле осталось только экспонента связанность фурье вот ее я беру получаю дельта функцию вот значит когда я беру эту экспоненту это я вот этот дифференциал утилизирую у меня получается дельта функция от x 1 минус x 2 и я вот этот вот утилизирую я ее снимаю и у меня теперь есть только одна . x 1 средине вот и я могу написать ответ ответ значит ответ 2 пи я напишу у меня за ответ есть это за 2 пи я не следил да значит д а б меню x и с плюс выше нуля это вклад второй диаграммы но из нее будет видно общий вклад значит выглядит он так интеграл dp плюс от нуля до бесконечности вот коэффициент я напишу есть степени минус и плюс x плюс минус y плюс так дальше ну тут можно взять можно оставить dp вектор 1 да там минус значит p1 вектор d0 тут у меня есть степени минус и p1 вектор значит делить на 2 пи плюс значит делить на 2 пи плюс x плюс и пи плюс и пи плюс и пи плюс по множество на д дюмю альфа плюс p1 так это вот этот кусок потом умножить на же альфа бета перпендикулярно и кусок с другой стороны такой же есть степени минус и 2 плюс плюс до 0 бальта бета ню плюс p2 вот да собственно я могу вот это папа взять интеграл ну вот я все еще раз возьму я сейчас ответ сейчас я сейчас да 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 и в степени минус и p1 на y не на что на x1 минус y минус и p1 x1 минус y вот д 0 так так это фурье к этому и фурье к этому соответственно есть степени минус и p2 минус x1 с точностью до знака x минус x1 знак вроде плюс так b так еще некая степень по плюса по моему вот это осталось вот и bb это отдельно значит вот смотрим что за был у нас у нас на бы получилась такая структура b от x1 плюс b от x так x у нас самый большой b от x плюс b от x1 b от x2 плюс не у нас только их 2 б от x1 b от x2 это эта функция значит которая нам говорит что они упорядочены сначала идет y наше начало потом идет . 1 в которой бы про взаимодействовал потом идет . 2 в которой 2 бы призем 10 потом наш конец вот нет а где по плюсовым проинтегрировал дельта функция была не плюсовая перпендикулярная да но хорошо так сказать смотрите в б безусловно вот вот эти вот я убрал да вот но даже до того как я убрал я вижу что моя структура выглядит так как разложение вот этот кусок еще до того как я убрал как разложение вот такой вот экспонент и степени и же b от минус бесконечности до плюс бесконечности ну не бесконечности от x до y от x плюс до y плюс d z плюс b от z плюс ну и все эти иксы встали в одну точку x1 x2 и так далее он не называется x1 вектор минус то есть я ее разложу эту экспоненту то у меня из-за того что она упорядоченная у меня будет и же в нужны ну при каждом бы будет и же вот они у меня есть и все бы будут упорядочены по z плюс видно да или не видно все разлагают экспонент когда я разлагают экспоненту я получу единица но единица меня интересует очень без взаимодействия плюс и же интеграл от y плюс dx плюс d z плюс b минус от z плюс с этим как бы ничего до x1 вектор плюс 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 вот тут я по идее должен написать игрек плюс 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 но я понимаю что у меня всегда будет стоять b скажем от z1 плюс сначала потом b от z2 плюс вот это я могу написать чтобы они были упорядочены я могу написать вот тут например до z1 плюс плюс и так далее то есть это это то же самое разложение как вот обычное т т произведение раскладываться в произведении раскладываться то есть вместо времени играет роль вот этот z и вот вот тут вот эта функция то ровно то что я написал что не упорядочен вот то есть вот это вот она вот здесь явно написано разложение второй член ряда вот этой по экспонент да значит финт делается так смысл его в следующем что когда я пишу вот это я не знаю что нет стоит дельта функция это вообще общее разложение она никак не зависит от стоит она у меня там не стоит вот и тут я вот ровно его получил на самом деле из-за тета функций у меня я его получил до того как я использовал экспоненты я выкинулся вот эти экспоненты я выкинул сославшись на то что у меня в b на самом деле стоит дельта функции от x плюс это правильно но на упорядоченность вот этого ряда это никак не влияет по времени то есть сначала ну то есть порядок в котором стоит b он не зависит от того там стоит ли там дельта функции или не стоит вот в итоге в итоге вот это все помножается на вот такую от x1 векса вот это называется вельсоновской линии а здесь только от поперечного импульса но нет не только она на самом деле зависит от еще от цвет цвет цвета бета ведь цветная матрица да вот а с цветом вот я его сюда я напишу же перпендикулярный альфа бета а а вот напишу вот это моя x1 от соответственно если меня было а б вот я тут а мы напишу все присоединенные это глионный пропагатор сюда все в присоединенных представлений вот 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 ну и чё я не написал так это ну если f написать как матрицу t большое то это будет вот в точности экспорт как сказать это офисе искали не в присоединенные представлены и определение просто вот тут даже не никаких лишних там вот не возникнет множителей просто по определению вельсинской линии в присоединенном представлении ну вот как-нибудь так а б значит это равно интеграл до x1 он конечно тут есть вот и я обобщил да да то есть это разложение 2 2 член разложения этой матрицы все пропагаторы которые внутри я показал что они схлопываются за счет же альфа бета и различных дельта функций они все уйдут точно так же как этот ушел пропагаторы останутся только по краям вот и сейчас я напишу общий коэффициент так я напишу общий коэффициент общий коэффициент будет минус давай пи 4 пи 4 пи так так тут знак плюс ну вот уровень правильно вот этот пропагатор глиона при прохождении через удар волну то есть как его можно писать вот пропагатор фактически это пропагатор фурье мы возьмем следующий раз это пропагатор кроме знаменателя да но можем поделить на знаменатель и помножить вот тут на знаменатель вот но то есть это будет некий там попорченный чуть пропагатор потом идет взаимодействие в точке значит x плюс с вельсиновской линией и дальше пропагатор пришел вот x y 0 вот вот так выглядит прохождение глиона через эту ударную волну то есть он летел летел до нуля тут про взаимодействовал с неким оператором типа которые это у с какими-то там множителями типа там по плюс там еще чего то то есть супер пропагатор какое-то взаимодействие с ударной волной снова пропагатор вот то есть это действительно блин в этом смысле по оси x плюс у него там 0 и толщина и он находится в точке 0 вот это правило фейман если хотите я его в принципе они написаны эти правила и я их могу написать но ну может напишу в следующий раз то есть да это просто они не такие простые тут вот все таки это пропагатор ты слегка попорченный да вот знаменатель и нет поэтому вот тут на самом деле стоит некий интегральный оператор еще то есть я грубо говоря поделил на п и помножил на п а единица на п это обратный оператор это интегральный оператор вот но мы вывели пропагатор глиона вот в этом смысле более-менее честно если есть вопросы спрашивать нет вот мы раскладом это единицы это дельта б потом плюс б на самом деле она сворачивается с f f это матрица в присоединенном представлении да это что-то типа там б б б б ц т т т а c б плюс 2 б когда это 2-то матриц то есть там будет а ц д д д е б ну и соответственно б ц в е и так далее то есть вот эти а и б к ней как конечные а это ну вот через то есть и я там было f на б да ну я буду тут в смысле б без индекса это бы свернута вот я ее уже так сказать я ее выделил ну вот используя это по пути вот а дальше это упрощает что если я буду считать какой-то процесс да реально там какой-то процесс то я не знаю рождение струй вот у меня летел фотон так фотон распался на кварк-антикварк и глион вот мне три струи родилось там вперед на малый угол вот значит вот такая диаграмма и когда я буду ее считать меня будет пропагатор кварков поле ударной волны пропагатор глиона в поле ударной волны антикварка вот и все взаимодействие с нижней частью у меня будет исключительно через эти вирсиновские линии поэтому амплитуда вот такого процесса будет выглядеть так это какие-то нормальные пропагаторы вот они фактически перед у стоят вот они называются не факт факт вот они будут зависеть от импульсов вот этих частиц p1 p2 p3 вот и они будут зависеть от x1 x2 x3 перпендикулярных компонент это у меня x1 x2 x3 вот у меня будет сайт интеграл тут у меня будет стоять у которая пришла из глиона скажем от x1 у которой пришла x кварк от x2 у которая пришла из антикварка от x3 вот это ну естественно разные они там свернуты индексами как-то с этим да в кварковом представление будет фуф ну кварков будет фундаментальным антикварка вы будет сопряженная а глионная будет вот ровно в присоединенном это будет dx1 dx2 dx3 поперечная вот причем вот эта часть impact factor так называем зависит только от внешнего от в верхней части процесса это вот эти все пропагаторы вот а вот эта часть у это все что относится к нижнему блоку процесса вот мы получили факторизацию если хотите это то что называлось высокоэнергетическое операторное разложение вот это вот операторы в данном процессе вот это коэффициентная функция при этих операторах если я хочу считать поправки дальше то у меня будет например петлевая поправка типа вот такая здесь да у меня появится новый новая коэффициентная функция когда все эти петли проинтегрируют помножены на новый оператор но в этом новом операторе будет уже раз два три четыре у матрицы и вот этот ряд вот так вот пошел вот это есть высокоэнергетическое операторное разложение все я собственно нет вопросов я закончил